Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы находимся в гостях у Академии Р-2. Детей тренирует грепплингу Кимрюга-Вгустан. Детей тренирует грепплингу Кимрюга-Вгустан. Человек из стали не устанет, он борец по жизни. Настоящий чемпион в борьбе, а был футболистом. Дома жизни покидала спорт, футбол, Турция мрала, что дало для счастья. В жизни был толчок удачи. Здрасте, это то, что привело сюда сегодня сделать картину. Гладиатор из Колизея, Голиаф не зарубит Давида. Справедливость нам на милость только здесь и сейчас. Мы разгоним словно тучи злота, что вокруг нас. Человек с бородой покажет вам высший класс. Чемпион он по миру, пример для многих из нас. Справедливость нам на милость только здесь и сейчас. Мы разгоним словно тучи злота, что вокруг нас. Человек с бородой покажет вам высший класс. Чемпион он по миру, пример для многих из нас. Дождь добра, наконец-то пошел. Грозный взгляд, рашгар, чемпион. Грэплинг, долидзе, дело гет-шоу. Соперник не лузер, но будет повержен. Все для тебя, уважение, ребят. Ты ориентир, это так говорят. Своя мечта, цели заряд. Все, что от Бога дано у тебя. Что бы и кто бы тебе не сказал, ты видишь чемпионский напротив фаскал. Забудь о победе на чемпионах, все ставки. Стучишь ты рукой, конец вашей схватки. Стой до конца, молодой вид лица. В зеркале видишь детца до бойца. Можно сказать, он тебе за отца не накажет, научит, как биться, пацан. Справедливость нам на милость только здесь и сейчас. Мы разгоним, словно тучи злота, что вокруг нас. Человек с бородой покажет вам высший класс. Чемпион он по миру, пример для многих из нас. Справедливость нам на милость только здесь и сейчас. Мы разгоним, словно тучи злота, что вокруг нас. Человек с бородой покажет вам высший класс. Чемпионом по миру, пример для многих из нас В этом году ровно 10 лет, как мы уже функционируем В 2013 году по инициативе одного человека, Аслан Джадиров Масса спорта СССР по самбо Привлек нас всех именно в этот зал, как бы здесь начался весь этот путь Очень хорошо, а вы сами начинали начинающим рептигером, потом начали тренировать, как я понял, да? Я сам начал, да, тоже тренироваться, как бы выступать На сей день я и тренируюсь, тоже выступаю И параллельно, вот, есть ребята, которые идут рядом со мной, как бы кто-то тренируется, как бы выступает Вот сейчас в зале в основном дети старшего возраста Чуть младший возраст тоже приходит, или только старшего возраста приходит? Ну, основной косяк у меня, именно здесь в Хадезе, где-то вот такие вот юноши, там, старшие юноши лет 12-13 и выше Но есть и дети, вот, которым по 8-9 лет тоже, ну, таких немного, но у меня в планах набрать тоже вот такую группу малышей и развивать среди них тоже Очень хорошо, какие-нибудь результаты показывают ребята на соревнованиях, какие соревнования ближайшие проходили? Какие результаты были? Самые большие, самые лучшие результаты? Результатов, на самом деле, немало у нас, по поводу Всевышнего, у нас мы, я могу смело заявить о том, что мы конкурируем прямо на уровне, как минимум, России Хорошо С этого зала у нас вышли и чемпионы России, и чемпионы СКФО, и чемпионы мира Их немало, таких ребят, так что результаты у нас очень хорошие Среди воспитанников, которые сейчас находятся в зале, есть у нас чемпионы России, как бы сказали? На данный момент среди воспитанников, да, у меня вот здесь есть два чемпиона России, чемпионы мира есть ребята, я могу даже их по именам назвать, если нужно Вот недавно я слышал, что некоторые ребята стали кандидатами мастера спорта, сколько их человек, и чтобы стать кандидатами мастера спорта, каких результатов надо добиться? Да, с этой академии у нас, именно с Хабельской школы, у нас вышло шесть ребят, которые удостоились звания кандидата мастера спорта Чтобы выполнить норматив, надо как минимум стать хотя бы призером на официальных всероссийских мастерских турнирах Также и на России надо бы стать призером как минимум, вот на каких официальных предприятиях можно выполнить? Чтобы зрители поняли и не подумали, что мы слишком большие слова говорим, чтобы для них было понятно, назовите, пожалуйста, призеров чемпионов России, чемпионов мира по именам, прям, чтобы люди знали их, чтобы смотрели на них и на них равнялись Начнем с чемпионов России, у нас Бачора Шамил, чемпион России, кстати, единственный в республике, который по молодежке стал чемпионом России и чемпионом мира тоже Хорошо Заур Асланов, чемпион России, неоднократный, также чемпион мира, чемпион СПФО Это тоже по молодежке или по юношам? Заур Асланов тоже по именам Потом Амешев хуже, бронза, первенство России, серебро, чемпионат мира Довлет в Врика, бронза, российский, бронза, призеров очень много, на самом деле, с первенства России. Я сейчас начну причислять, но и мало времени идет Именно у чемпиона физиков в Довлет чемпионом мира в этом году стал Вот в этом году. В этом году стал он? В этом году. А, Жиро, чемпион России, тоже в прошедшем году. В два сих пор не устал чемпионом России Ислам Айдинов за первенство мира, серебро, чемпионат первенства России. Ну, их немало сейчас. Очень хорошо в Моншавах, очень хорошие, ну, много детей вы назвали, воспитанников. Что я назову, с Адибердука, Артур Биштау, чемпион России по взрослым, кстати. По версии 10-ти, это тоже очень серьезный результат. Вот, чтобы достичь вот таких результатов, сколько раз приходится им тренироваться в неделю? В неделю, в неделю, кроме выходных, у нас каждый день тюнировка, по вечерам. А так, когда готовимся к стартам, у нас обязательно и учение тюнировки тоже. Очень хорошо. Хотел бы обратиться к младшему поколению, чтобы брать пример вот с воспитанниками R2. Сегодня у нас сзади находятся и чемпионы России, как сказали, и чемпионы мира. Поэтому мы сейчас с ними поговорим. Раз, два, зашел, два, забираю подмышку, оттуда забираю реверную муку, потом уже ругаю. Даш, я начинаю вставать. Если поднимаю его, раз, два, зашел, два, зашел, два, зашел, и начинаю заходить на младшему. Давай, пробуем. Как вы? Вы давно занимаетесь греппером? Да, четыре года. Четыре года. Вот за эти четыре года какие достижения у вас есть? Последний раз в хорошем чемпионате мира. В Санкт-Петербурге вы заняли какое место? Первое место. Много спортсменов участвовало в вашей за собой категории? Да. Сколько человек? 15 человек, вы стали первыми. Это очень хороший результат. Действительно, на самом деле, в АУДе, я не знаю, чемпионов мира по каким-либо другим дисциплинам. Это очень хорошо, я вас поздравляю. Что нужно делать для того, чтобы достичь вот такого результата? Надо усердно работать, не пропускать тренировки. И что еще? Тренера надо. Тренера надо слушаться и не пропускать тренировки. Очень хорошо. Вот скажи, Давид, вот за эти четыре года, что много людей начали посещать данный вид спорта? Или больше становится, меньше становится людей? Конечно, больше. Больше становится детей. Да, вот с какими словами ты хотел бы обратиться к детям, которые сейчас вот только пришли в спортзал? Пусть они тренируются. Усердные тренировки. Слушаться тренера и не пропускать тренировки. Хорошо. Вот недавно вместе с тобой ребята, я слышал, получили кандидата в мастера спорта. Это вместе с тобой они начинали все и чуть раньше, чуть позже. Другие раньше, другие чуть позже. Некоторые чуть позже, некоторые чуть раньше. Желаю тебе успехов в дальнейшем. Сумсум. Как зовут тебя? Роми. Роми, ты давно занимаешься греклиной? Три года. Вот за эти три года какие у тебя достижения? Я выиграл первенство в России и СКФО третье место занял. СКФО третье место и первенство в России за три года, это очень хороший результат. Роми, что сподвигло прийти тебя в спортзал, именно в этот спортзал? Я смотрел видео с Ютуба и мне захотелось прийти на греклину. То есть ты чисто увидел, как в спадку в Ютубе и решил заниматься греклиной? Очень хорошо. Вот как ты думаешь, чтобы достичь вот таких результатов за эти три года, что надо сделать? Надо тренироваться. Просто тренировки этого достаточно или дисциплина еще должна быть? У вас тренер, он сам занимался греклином, очень хорошие достижения у него. И поэтому, находясь в этом спортзале, вы можете получать много, наверное, знаний от него. Но другой вопрос. Вот вы за эти три года в каких городах больших побывали до вас? Какие города посещали? В Москве, в Питере, в Дагестане. Вот когда вы посещаете такие большие города, людей, наверное, очень много спортсменов собирается. И вы общаетесь с другими спортсменами. Остаются друзья какие-то, какие-то переписки, что-нибудь остается. Просто знакомых становится бабоши. Ну, круг общения увеличивается. Это как-то вам, я не знаю, помогает в жизни, сориентироваться по жизни, общаться с другими людьми? Да, помогает. Очень хорошо. Вот сколько дней вы занимаетесь в неделе? Пять дней в неделю занимаюсь. Нет, четыре дня в неделю занимаюсь. Четыре дня. А сам откуда? Черкеска. Черкеска. Ты еще в Хаббез приезжаешь или там тоже занимаешься? Ну, иногда приезжаем сюда, тренируемся тоже. Как получится. А по нации кто вы? Абазин. Абазин. Очень хорошо. Знаешь, здесь находятся не только Черкесии, но только еще и Абазин, и еще другие нации находятся. Правильно? Это общение между нациями вас сближает, и это очень хорошо влияет на кругозор ваш. Ну, спасибо тебе. Дальнейших успехов. Спасибо. Спасибо вам, что вы уделяете такое внимание. Детей привлекается в спортзал. На улице они не находятся, приходят в спортзал. Это очень хорошее достижение. То, что вы назвали. Я не думаю, что по другим каким-то видам спорта такие большие достижения даже у кого-нибудь есть. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы помедли. Вы тоже занимаетесь очень большим делом. Спасибо. Я прокачаю этот вид. Если не трусь, выйди и бейся на ринг. Глаза в глаза, мы преданный спорту до конца. Заломы болевые, отработал и в спарринг. Тут не место соплям, дело не по угару. Это греплин, парень, горит в душе каждом пламя. Засрочно положил на землю, в чем отличие? Шарик. Рашгарты, шорты, экипировки больше не надо. Широким спектром методов повалят на татаме. Клич, бросок, болевой переворот и свипы. Задушил молодцом и вышел победитель. Подготовил бросок, либо хитру в защиту. Позиция снизу гард, тут важно не навредить. Цель броска вывести оппонента сильным ударом. Амплитудно ярко, агрессивная схватка. Сайд маунт, бэк маунт. Типы позиций, колено в голову. Пускай вместе сможешь. Грея, блин, тут место победителям, мужам. Кому под силу выступать, как в Колизее Рима. Грея, блин, покажи, чего ты стоишь на деле. Кровью потом пронеси свою победу. Грея, блин, тут место победителям, мужам. Кому под силу выступать, как в Колизее Рима. Грея, блин, покажи, чего ты стоишь на деле. Кровью потом пронеси свою победу. На тренировке пополна это чувство победной. Мы к этому времени долго потели. Недели месяца подготовки летели На теле рубцы и парни закоренелые Спортсмены мы Вперед идем, этот турнир теперь далеко не первый Позади опыт перенимут поколения Кто меньше, что не в теме Грэпплинг, это борьба, что совместила Разные виды боеведения Джиу-джит, судьо, да самбо, вольная борьба Популяризация спорта теперь не за горами Закаляет здоровье и делает бодрым дух Силовая нагрузка покажет на деле Кто труд, кто прав, кто врат Кто виноват, в конце концов это не важно Мои люди, поднимите руки вверх Все мир, братья, главное без травматизма Удачи в спаррингах Грэпплинг, тут место победителям Мужам, кому под силу выступать Как в Колизее Рима Грэпплинг, покажи чего ты стоишь На деле кровью и потом пронеси свою победу Грэпплинг, тут место победителям Мужам, кому под силу выступать Как в Колизее Рима Грэпплинг, покажи чего ты стоишь На деле кровью и потом пронеси свою победу Музыка Держи! Держи! Молодцы!